Доклад. Меня зовут Василий Бузаире. Мой коллега Андрей Сомсиков. Мы работаем в компании Intel с софтерами разделения компании Intel и Intel SLG. И сегодня мы расскажем о процессорах Intel Core третьего поколения, конкретно о возможности для создания защищенных приложений и приложений в области безопасности. Насколько мне известно, 8 июня этого года в России был официальный анонс процессорах Intel Core третьего поколения. Я думаю, что какая-то информация уже известна, или какая-то информация, возможно, будет новой. В нашем докладе мы сделаем короткое ведение, расскажем, точнее напомним о наборе инструкций Intel iS2 Instructions и Intel iSNI, которые на программном уровне реализуют алгоритм блочного шифра IOS. Расскажем о новой технологии Intel Secure IT, технологии, которая появилась в процессорах Intel Core третьего поколения. Безопасность информации, как правило, или в основном достигается за счет применения криптосредств. Это различные виды криптоалгоритмов и криптопротоколов. Это блочные шифры, это хэш-функции и так далее. И в немалой степени качество защиты информации зависит от качества криптосредств. В первую очередь от качества алгоритмов, которые используются, от качества их реализации. И от качества ключей и другой информации, например, векторов инициализации или так называемых нонсенс. То есть если говорить про качественные криптосредства, в первую очередь это качественные стойки алгоритмов. И алгоритмы, которые мы имеем в виду, это, скажем так, де-факто международные индустриальные стандарты. Если говорить про бочные шифры, это Advanced Encryption Standard AS, если вы видите о хэш-функциях, это стандарты SHE2 и так далее. То есть мы в нашем докладе в основном коснемся блочного шифра AS. Intel AS New Instructions это набор инструкций, который позволяет реализовать блочные шифры AS. Если говорить про программные реализации блочного шифра AS, то есть есть определенные ограничения. В первую очередь, как правило, это баланс размера кода и его скорости. При этом скорость важна с точки зрения хотя бы, что высокая производительность означает более низкое энергопотребление. То есть при том же объеме данных задача выполняется быстрее, за меньшее число тактов потребляется меньше энергии. Это особенно актуально для мобильных устройств, в том числе для лэб-топов и для, так называемых, handheld devices, в том числе телефонов. И второй момент – это баланс производительности и защищенности. Особенно если речь идет о блочных шифрах, в том числе и о блочном шифре AS, потому что в таких шифрах часто это особенность реализации, иногда это особенность самого алгоритма, самого шифра. В производительности есть функция от входных данных. Например, если говорить про шифры, которые используют так называемые таблицы постановки и замены, S-боксов. То есть в производительности есть функция от входных данных и ключа. И в связи с этим возможны атаки, так называемые, side-channel attacks, или атаки по побочным каналам. Это атаки таймированные. Я думаю, многие из вас знакомы. В данном случае, если говорить про реализацию, которую используют S-боксы, так как это производительность функции от входных данных, барьевые входные данные, измеряя производительность, мы можем определить второй параметр этой ключи. Здесь на таблице на этом слайде приведено некоторое обобщение. То есть если говорить про программу реализации шифра AS, есть основные фиги реализации. Это реализация, которую используют предварительно сгенерированные таблицы преобразования. То есть это самые быстрые программы реализации. Но их минус в том, что достаточно большой размер кода. Это может иметь значение для устройств и средств, где, как говорится, размеренные значения. Второй метод – это метод, который использует предварительно сгенерированные только S-боксы, только таблицы. Замена размер кода здесь средний, но и производитель средний. Есть третий метод, который имеет высокую скорость, точнее, он имеет низкую скорость, но и малый размер кода. И преимущество этого третьего метода, что этот метод устойчив к атакам по рабочным каналам, то есть так называемый data independent, то есть производительность не зависит от входных данных. И этот метод представляет наибольший интерес, потому что в последнее время атаки по рабочным каналам получают все большее распространение. И если говорить про IS, то есть достаточно известная, одна из первых известных атак, опубликованная была в поликом 2005 году Даниэлом Берштайном, где он показал, что можно восстановить ключ сервера удаленно, с удаленной клиентской машиной. И в подобной атаке, то есть можно повысить стойкость или защищенность приложения подобного атака, можно в том числе за счет использования наборных струкций rental ASN. То есть в первую очередь это повысит скорость реализации и во вторых это позволит очиститься от подобных атак. То есть набор инструкций ASN это 6 инструкций, 2 инструкции для, скажем так, работы с ключами, 2 инструкции для зашифрования и 2 инструкции для зашифрования данных. И важный момент с точки зрения законодательства Соединенных Штатов и законодательства некоторых других стран, то что набор инструкций ASN не является полноценной реализацией алгоритмов. То есть он не подпадает под действие некоторых экспортных законов. То есть это набор саб-компонент, который позволяет реализовать, то есть иметь быструю реализацию алгоритмов. Набор инструкций ASN появился, если не ошибаюсь, в 2010 году. Он реализован в различных процессорах Intel, в том числе и в процессорах Intel Core 2-го и 3-го поколения. То есть в ультрабуках, в некоторых моделях процессоров, которые используются в ультрабуках, на этот набор инструкций есть. Вот у нас на столе в качестве примера стоит Intel Book, соответственно Intel Core 2-го поколения. Набор инструкций поддерживается на данный момент, наверное, всеми ведущими инструментами разработки, включая различные версии компилятора, начиная с версии 11.1, и Microsoft Visual C++ компилятора с версии 1008, с Xbox Pack 1 и выше. Для того, чтобы узнать, поддерживать... Да, у меня вопрос. А насчет открытых компиляторов? В ГЦЦ тот же самый? Да. Они тоже поддерживают? Да. Для более подобной информации я бы советовал, чтобы все знакомы с документацией на конкретный компилятор. Насколько нам известны все основные компиляторы для ведущих компиляционных сетей. Это набор инструкций поддерживает. Ну, просто вы это только описали. Представим, тогда уж ли это как все самые популярные? Ну, у нас сейчас нет ни времени, ни возможности укинуть все инструменты. Но, то есть, в 2010 году набор инструкций был реализован. То есть, прошло два года по меркам софта, это достаточно большой период. И, то есть, я уже сказал, не все процессоры, модели процессоров поддерживают набор инструкций. То есть, есть инструкция процессора CPUID, которая позволяет определить, поддерживается ли данный набор инструкций конкретной моделью процессора. Андрей, нам расскажешь? Да, здравствуйте. Меня Андрей Завут. Я тоже сотрудник компонент. Я расскажу немножко про производительность и какие-то вспомогательные материалы, которые могут быть использованы и помогут вам в реализации ваших приложений с использованием инструкции. На сайте Intel есть статья, и эта презентация будет доступна, тут есть ссылка на нее. В этой статье описано, как использовать инструкции, и дан пример кода, который работает, и на котором было произведено измерение производительности инструкции АЭС, шифра АЭС. И из этого можно увидеть, из таблицы ниже, что АЭС тратит, при использовании АЭС и Най, шифрация занимает примерно 1,5, можно так сказать, такта на байт. Данное конкретное измерение было для 1 кБ буфера. То есть чем больше буфер, тем стабильнее результат получается. Если маленький буфер, то какое-то время тратится на подготовку ключа. Есть шифры, которые не параллелизуемы. Они занимают больше времени. Например, режим ЦБЦ до шифрования. Занимает 5 тактов на байт. Ну, стоит, наверное, обратить, что вот режим со счетчиком, CTR, режим так называемый. То есть он хорошо оптимизируем по помощи инструкции АЭС и Най, и его можно использовать. Также есть готовые продукты, которые уже используют АЭС и Най инструкции, такие как OpenSSL библиотека. Это библиотека с открытым кодом. Там, в частности, есть реализация алгоритма АЭС. То есть не только SSL протоколы, но можно брать именно API для вызова АЭС-шифра и дешпрации. Доступна это в версии 1.0, но также есть для более ранних версий через обновление. Есть также библиотека Intel, которая представляется в бинарных кодах. Это библиотека оптимизированных функций Intel IPP. Там есть крипто-домен. И, начиная с версии 6.1, она поддерживает АЭС и Най инструкции, оптимизацию. Также известно, что Microsoft Crypto API, так называемая Next Generation, содержит примитивы АЭС, которые используют инструкции АЭС и Най, соответственно, стойки к сайдченнел атакам. А также по побочным каналам. Это доступно с Windows 7. Есть еще одна инструкция, которая часто относится к набору инструкции АЭС и Най. Это инструкция, которая выполняет умножение 2-битных, 2-64-битных оперантов. Она используется, в частности, для реализации режима АЭС и ГСМ . То есть это режим, который получает достаточно широкое распространение на данный момент. Режим, который позволяет реализовать за один проход и зашифрование данных, и вычисление кода агентификации сообщений . Качество защиты информации или степень защищенности приложения зависит, в первую очередь, от крипто-алгоритмов, которые используются. Также оно зависит от качественных ключей, в том числе. И, если говорить о ключах, то здесь стоит поменять новую технологию Intel и Intel Security. Это технология, которая включает в себя два компонента. Первый компонент – это генератор случайных чисел, так называемый TrueRand генератор, который находится на чипе, полностью цифровой. И новая инструкция RD-Rand, которая позволяет получать случайные числа в приложении. То есть, если говорить про качественные ключи, как правило, самую большую проблему использования криптографии является, помимо некачественных реализаций, реализация которых содержит ошибки и уязвимостей, это использование плохих ключей. То есть, решить эту проблему можно, в первую очередь, за счет использования правильных и грамотных политик и процедур, управления ключами. Есть, так называемые, де-факто, индустриальные стандарты. Это, в первую очередь, стандарты на американском институте стандартов технологии МИС. И второе, это, собственно, как можно решить эту проблему, это иметь возможность генерить хорошие ключи. Хорошие ключи – это хорошие случайные числа. То есть, для чего применяются случайные числа в криптоалгоритмах? То есть, собственно, в первую очередь, здесь на слайде приведен пример реализации API для режима CPC блочного шифра AS. То есть, это режим обратной связи по шифротексту для тех, кто работает с ГОСТом. Значит, в первую очередь, собственно, сам ключ. Ключ должен быть хорошим случайным числом. Но второе немаловажное, то есть, вектор инициализации должен быть тоже случайным числом. И большое число атак связано с использованием не только, основанным не только на том, что используются некачественные плохие ключи, но на том, что используются некачественные вектора инициализации. Второй пример, где могут потребоваться хорошие случайные числа, это различные, по-разному, рендум челленджи, в различных протоколах защиты информации. Это могут быть протоколы в пределах системы, то есть, между компонентами приложения. Также это могут быть протоколы между удаленными хостами. Для того, чтобы генерировать хорошие случайные числа, нужны хорошие источники терапии. Есть определенная проблема. И проблема связана, в первую очередь, с тем, что хороших источников терапии мало. То есть, если говорить про системы, которые доступны потребителям, есть различные источники, как, например, используются особенности ввода пользователя с павиатуры или использование манипуляторов типа мышь. различные источники шума, так называемые, в том числе скорость вращения, жесткого риска, температура, различный компонент системы. Минус этих источников в том, что они достаточно медленные и необходимо достаточно большое время, чтобы набрать достаточное количество энтропии. Второе минус этих методов в том, что между программными компонентами находятся операционные системы и драйверы. В результате достаточно большое время отклика. Это особенно важно для приложений, которым нужны случайные числа больших количеств. И ситуация усложняется тем, что этих источников энтропии просто может не быть. Особенно сейчас, когда большое количество серверов, так называемых Headless, то есть это системы, которые стоят в лабораториях, в дата-центрах, в стойках. Часто у них нет даже жестких дисков. Например, в наших платформах используются накопители SSD. То есть источников энтропии, в принципе, мало. То есть предложено решение компании Intel, которая реализована в процессах Intel Core 3-го поколения. В первую очередь это высокоскоростной, высококачественный аппаратный и полностью цифровой генератор случайных чисел, который соответствует требованиям стандарта. Лист – это все американские стандарты. И может быть сертифицирован на соответствие требованиям по криптомодуму. И второе – это инструкция FDRN, с помощью которой приложения на любом уровне и в любом режиме работы могут получать случайные числа. То есть это может быть приложение уровня пользователя, это может быть приложение уровня игра, и оно непосредственно получает случайное число, минуя весь как бы стэк драйверов операционных систем. То есть на этом слайде схематично изображена структура решения Intel Secure Key. Это, собственно, генератор, аппаратный генератор случайных чисел и инструкция FDRN, то есть микрокод находится в каждом режиме. Собственно, структура цифрового генератора случайных чисел. Три основные компоненты. На самом деле, если подробная схема более подробная, то здесь три основные компоненты. Собственно, это генератор энтеропии, который генерирует с частотой примерно 3 гигабита в секунду, недетерминированные высококачественные, то есть настоящие случайные числа, как тайм и true random numbers. Это компоненты, которые производят дополнительное преобразование сгенерированных чисел. То есть она получает 256 бит, которые она передает дальше на генератор псевдо-случайных чисел, которые также соответствуют стандарту и которые выдают уже приложение, так называемые криптографические стойкие случайные числа с той скоростью, с которой приложение, в принципе, может эти числа потребить. То есть скорость, с которой выдаётся, примерно 6 гигабит в секунду. Если быть при использовании Intel Secure Key, то есть если раньше приложение получало доступ к источнику энтеропии через стэк-компонент, включая Crypto API, операционную систему и драйвер, то сейчас возможно непосредственное получение энтеропии с аппаратуры. И также возможно использование этой инструкции и этого решения компонентной операционной системы либо другими приложениями. То есть модели использования могут быть другие. То есть это может быть использовано как генератор SIDA в каскадных генераторах псевдо-случайных чисел. Это может быть использованы приложениями для набора полуэнтеропии и так далее. Может быть использованы, если делать отступление, то может быть хорошие звучания числа. Могут использоваться не только в целях защиты информации, но и в каких-то научных целях. Сейчас Андрей расскажет про использование технологии Intel Security. Да, ну и для игр тоже, наверное, можно пользоваться. Intel Security это одна инструкция всего, которая может принимать на вход регистр и возвращает этот регистр случайное число. Инструкция доступна на процессорах Intel Core 3-го поколения. Это так называемый кодовый имя Ivy Bridge. И ее поддерживает на данный момент компилятор Intel Compiler 12 и Visual Studio 11, которая сейчас Beta. То есть, кто-то видел, у нас здесь диски на столе, вот в коридоре. Ну, ГЦЦ также поддерживает. Важная особенность этой инструкции, что, поскольку процессору нужно какое-то время, чтобы набрать полуэнтеропии, то эта инструкция может возвращать ошибку, если полуэнтеропия еще не создана. То есть, нужно уметь как-то вызвать инструкцию и потом, если она вернула ошибку, то подождать какое-то время и вызвать ее заново. Проверка. Наличие этой инструкции в процессоре, опять же, может быть выполнено через команду cpoid и специальный флажок, который обозначает поддержку процессорам этой инструкции. Пример использования Erdorant также есть на сайте Intel в статье, где приведено приложение, которое работает и с помощью которого, опять же, были сделаны эти измерения. Из графиков можно видеть, что было запущено параллельно несколько приложений, как потоков, которые запрашивают случайные числа, используя эту инструкцию. И видно, что максимальное количество инструкций было около 70 миллионов в секунду, это позволяет быть вызванным процессором. И throughput, пропускная способность была 500 мегабайт в секунду. Важно заметить, что пиковая производительность инструкции, она сохраняется при большом количестве, то есть не падает как бы и стабильно при увеличении количества потоков. Исходные коды, которые приведены в статьях, они могут быть переиспользованы в ваших приложениях. Есть соответствующая лицензия, можно почитать ее. Есть также библиотека, которая распространяется, опять же, бесплатно, open source, написанная на C. Называется библиотека RDRand. Также есть статья, ссылка, страничка на сайте Intel, с которой можно скачать эту библиотеку. Преимущество использования этой библиотеки в том, что она содержит пакет, содержит прикомпилированные бинарии, и вы можете, например, пользоваться более ранними компиляторами, библиотеки в 2010, которые уже хорошего качества не бета, то есть 11-я продажка бета. Также есть версия для Linux. Библиотека написана на C, то есть есть исходный код, можно также перекомпилять ее, используя компанию Intel версии 12. Интерфейс достаточно простой и поддерживает функции, которые генерят либо случайные числа, либо массив случайных чисел. Также дополнительным преимуществом является то, что библиотека автоматически определяет, поддерживает ли процессор команды генерации случайных чисел или нет, и содержит полезный очень цикл, который при ошибке генерации случайных чисел повторяет запрос для того, чтобы подождаться, когда процессор накопит нужное количество энтропии. Есть еще другие технологии безопасности, которые доступны в процессорах Intel Core 3-го поколения. Я просто упомянуть, я не хочу, это технология с привизором Mode Execute Prevention. Это технология предотвращения атак, направленных на повышение уровня привилегий. Вот если кто был на презентации в другом зале, там были разные, такая диаграмма, где показано, какие технологии есть для защиты программ. Там, например, в частности, была технология DAP и NX Combat, переключатель компилятора. То есть появилась еще одна технология, которая позволяет, будучи реализованной в операционной системе, позволяет избежать атак, когда код-драйвер пытается выполнить какую-то страницу из памяти пользователя. Ну и также эту технологию можно использовать, если есть кто-то, кто пишет, может быть, довера. Они могут как-то настроить и использовать технологию, выставив соответствующий флажок для страницы памяти. Ну, в заключение, Intel уделяет большое внимание безопасности и реализует различные технологии, которые позволяют системам на базе Intel противостоять угрозам. Например, такие технологии, как ASNI и Sikurki, о которых мы поговорили подробно. Примеры программных реализаций, библиотеки и документация, все доступно на сайте software.intel.com. Также, если интересно посмотреть, в каких процессорах есть поддержка этих технологий, то, не покупая процессоры и не вызывая инструкцию CPUID, можно посмотреть по марке процессора на сайте, который вот приведен пониже, ARK.intel.com. Спасибо за внимание. У нас остается 10 минут. Если есть вопросы, то, пожалуйста. Да. Отвечай. Касаемо конкретно инструкции. В open source используются ли данные инструкции? Это первое. В каких идеях можно использовать данные фичи помимо Visual Studio? И каким образом реализована прямой доступ к рандомному генератору, минуя драйвер операционной системы? То есть, получается, регистры процессора, они вообще используются в данной операции или нет? Да. Значит, вопрос, если правильно я понял. Первый. Используются ли данные инструкции и технологии в open source software в программе, обеспеченной с открытым кодом? Ответ – да. То есть, например, набор инструкций ASNA используется в том числе в реализации open SSL, который является программно обеспеченным с открытым кодом. И, то есть, есть примеры других продуктов. Вот, например, привели на слайде ссылку на страницу в Википедии, где можно найти примеры продуктов, которые используются в ASNA. Используется инструкция, которая поддерживает умножение двух оперантов. Она также используется, поддерживается компиляторами GCC, различными версиями, используется в продуктах с открытым кодом. Если говорить про технологию Intel, CPU-Key, не конкретно про инструкцию. Эта инструкция является новой, она только недавно была анонсирована. Если судить по информации на сайте intel.com и по блогам на этом сайте, блоги разработчиков, кстати. На сайте наставки не привели, но на сайте intel.com можно прочитать блоги разработчиков. В начале мая был анонс этой технологии официально. То есть, возможно, есть какие-то уже продукты, которые используют бета-мекси. Но вот компиляторами она поддерживается. И если говорить про инструкцию LD-RENT, насколько мне известно, у нее один оперант – это регистр. Это 16, она обращает либо 16, либо 32, либо 64. Чего зависит от 16, 32, 64. От размера. От размера, да. То есть, подробную информацию можно получить. То есть, описание инструкции подробно доступно и документация доступна на сайте intel.com. То есть, если говорить о том, как положение работы, она непосредственно вызывает инструкцию. Либо это может быть ML-NAS, если компилятор это поддерживает. Либо это может быть отдельный ассамберный фарк, который компилируется в LD-RENT. И касаемо IDR. Есть имплементация. Можно я отправить закончу? То есть, когда мы говорим, что поддерживаемся компилятором, то имеется в виду, что есть интенсики, которые не для вызвания. То есть, всегда можно написать какой-то имплементальный фарк и укринковать его. Тогда, конечно, любой компилятор будет его использовать. А, еще был вопрос. Где уже есть имплементация? РД-RENT? Да. Имеется в виду, в открытом входе? Не обязательно. То есть, в каких IDE можно использовать? Без разницы. То есть, мы просто интегрируем данные инструкции. То есть, есть два варианта. Сейчас вижу историю. Что еще? То есть, вы можете непосредственно использовать инструкцию. Либо вы можете, как пример, использовать готовые библиотеки. То есть, вот библиотека... Пример реализации библиотеки доступен на сайте Intel. И, то есть, важное замечание, что он распространяется как программное обеспечение с открытым кодом. То есть, лицензий позволяет использовать его практически по сути решениям. Но, опять же, здесь на сайте intel.com вы можете получить более подобную информацию, задать вопросы и получить, наверное, некоторую поддержку. Вот такой вопрос. Вы сказали, что в связи с ограничениями законодательства некоторых государств, в том числе и России, алгоритмы шифрования, в том числе АЭС, были несколько модифицированы. Вопрос. Насколько сильно они были модифицированы и насколько они потеряли свою устойчивость? Ну, на самом деле, здесь смысл немного другой. То есть, если говорить про законодательство Соединенных Штатов, есть определенный экспорт... Поглавка деятельственной линейки, которая... Регулейшнс. Ну, сейчас я не могу назвать конкретный закон. То есть, есть определенные законодательства, которые регламентируют экспорт решений, содержащих реализацию фрилиталгоритмов. И есть страны, в которых поставки оборудований или там программы обеспеченные, которые содержат фрилитографию ограниченную. Так называемый control countries. В этом списке, в том числе и в России, Тайгенс и другие страны. То есть, реализация набора инструкций не есть полная реализация алгоритмов. То есть, это реализация отдельных компонентов алгоритмов. И комбинируете модуль, то есть, вы получаете полную реализацию. То есть, фактически, разбивка, но ничего не модифицировали? Нет, алгоритм не модифицировал, но на самом деле разбивка... То есть, дизайн алгоритма такой, что он позволяет как раз это деление на подсистемы. То есть, на самом деле, вот если мы посмотрим, там был слайд по поводу программных реализаций. То есть, фактически, был реализован один из вариантов по программной реализации. То есть, это без предварительно сгенерированных таблетек. Можно вопросы задать с этим? Да, конечно. Я просто не понимаю технологии, как и говорите, что без предварительно сгенерированных таблиц. Защищенные больше. А разве не размер кода зависит от защищенности? Ну, то есть, у нас сейчас, судя по всему, интересная тема. Мы немного выходим за рамки доклада. То есть, есть какие-нибудь другие вопросы по докладу? Я обязательно отвечу на ваш вопрос. Давайте отложим его. Давайте я тогда задам вопрос. За счет чего бы вы добились такого хорошего генератора случайных чисел на железе? В каком принципе у нас снова? Ну, здесь используется нечеткая логика. То есть, опять же, есть открытая статья на сайте .com, где достаточно. И более подробно это рассказывается. То есть, есть аппаратный модуль, где есть два транзистора, два инвертора. И транзисторы учатся таким образом, что вот эта компонент находится в переходном состоянии. И она находится в этом переходном состоянии. То есть, теоретически она могла бы находиться там бесконечно долго. Но реально в системе физической существуют шумы, в том числе температурные шумы. И система переходит в одно из четырех состояний, выдавая на выход один бит. То есть, это либо ноль, либо единица. И, то есть, у нас схема, которая показывает на слайдах, это схема упрощенной. Там, на самом деле, есть еще несколько компонент, которые осуществляют тестирование, так называемый built-in тест или self-test. То есть, они осуществляют, во-первых, контроль данных, которые выходят непосредственно с генератора. И вторая группа тестов, второй набор тестов осуществляет контроль, собственно, числа, которые уже выходят с самого генератора. То есть, если говорить про вот вторые тесты, то есть, на слайде это было показано. То есть, последовательность случайных чисел, как его генерируется. Это именно последовательность случайных чисел. Это не последовательность, а псевдослучайных чисел. Она соответствует требованиям стандарта Национального института стандартов и технологий. То есть, это вот третья компонента. То есть, она как раз и свидетельная? Да. Ну, и, на самом деле, кружечная компонент, является то, что по этим фильтрам она, как бы, контролирует, что количество энтропии, оно распостояно. Благодарю. Есть ли вопросы по докладу? У нас есть ли вопросы? Если вопросов нет, тогда вопросы у нас есть время, чтобы ответить на вопросы. Есть ли вопросы? Можно попросить напомнить вопрос? А, по поводу этих данных. Больших, малых и средних. Да. То есть, ну, реализация S достаточно... Сейчас повторюсь, улыбаются три минуты. То есть, основным требованием к этому алгоритму была высокая скорость реализации на архитектурах типа Intel X86. Поэтому, собственно, дизайн алгоритма позволяет достаточно быстро отработку. И практически все операции, которые выполняются на алгоритме для зашифрования данных, может разбить на два этапа. Это генерация определенных таблиц, таблиц преобразования, которые хранятся в памяти. Собственно, вот вам размер кода. То есть, когда таблица этим генерируется и состояние входа, размер кода увеличивается. После этого, собственно, все операции, которые выполняются, фактически только подбиты исключениями. То есть, в результате мы получаем высокую скорость работы. То есть, почему возможен сайт channel attack? Потому что эта таблица, так называемая look-up tables, и входом в эту таблицу, индексом в эту таблицу является открытый текст плюс ключ. То есть, и размер по индексу зависит от размера таблицы, положения таблицы в памяти. И по времени точно отличается. То есть, первый элемент, доступ к первому элементу займет одно время, доступ к последнему элементу займет большее время. И измеряя время отклика, то есть, время, которое выходит на волнение цикла, мы можем получить информацию о значении индекса. О значении индекса есть функция данных ключа. Данные мы знаем. То есть, это очень упрощенное описание сайта channel attack. У нас в конце презентации на одном из слайдов приведена ссылка на статью Дерштайна. Достаточно хорошая статья и достаточно написана языком, которым может быть понятен неспециально. То есть, в данном случае таблиц нет, поэтому размер кода маленький и достаточно высокопроизводительность. В том числе, то есть, высокопроизводительность означает, что таймирование, оно также затруднено, особенно удаленное. А тут дело не в таймировании, а в защите большее. Если больше кодов, значит, и больше защиты. Я боюсь, у нас сейчас время заканчивается. То есть, вы можете посмотреть статью Дерштайна. То есть, очень многое зависит от времени выполнения в целом. Коллеги, я хотела сказать спасибо большое. У нас будет сессия вопросов и ответов. Вы можете там продолжить мучиться о наших уважаемых докладчиков. У меня короткое организационное объявление. Дело в том, что у нас сейчас происходит замена. В этом зале у нас будет выступать не Павел Румянцев из Адлеса, а Андрей Бешков с докладом за пулисами Windows Update. А, соответственно, в том зале будет выступать Павел Румянцев. Поэтому обратите на это внимание. Спасибо большое.